всем привет привет youtube солнечная италия проводите это отсвечивает у нас сегодня погода хорошая наконец-то первый день как нет дождя вчера такой маленький моросил всю неделю дождь заливала италию просто я бегала покупала мне надо было купить аморбиденты кондишнен для белья там мыло хлеб бештеки сегодня быстренько на обед сделаю потому что я сегодня ничего не успеваю делать прям загнанная вообще и в сон меня клонит сплю на ходу так что сегодня после обеда я смотрю телевизор и думаю что я ничего не опять не посмотрю а уйду в глубокий сон а сейчас надо забрать сашу сегодня со школы встречаю потому что у нее очень тяжелый этот самый рюкзак обстречаемся я уже пошла купила этот самый мне не хватало мне не хватало этого самого мыла закончилась взяла два мыла ну типа плачешь за одно берешь два вышла порвался пакет но я же еще брала этот как его бештеки все будут на а вот и это самое и это самое пакет потому что там было так конечно для белья вернулась взяла еще один пакет блин масло закончилось вернулась еще за не пакетом дали тут пакет пока прошла и тот вот лопнул капец саш принесли мне шубом анну да и заканчивается батарея шла моя долгожданная пастилочка это конверс я изначально заказывала я малых накормила видите какая тишина настала со школы приходят бурные фантазии вообще я сам по себе эмоциональный человек и дети такие же потому что пишут о вы как цыгане но мы такие я вообще считаю что лучше быть эмоциональным человеком я тоже люблю эмоциональных людей с ними как-то весело бодренько у тебя могут поддержать как-то настроение тебе поднять в общем не важно какие какая у нас погода сегодня солнечная ставни 1 закрыта 1 прикрыта сколько солнышка но я надеюсь да потому что мне сейчас вот так вот видно что на солнце есть освещение хватает потом не знаю когда буду видео в общем изначально я покупала конверсы заказывала святославе свинке я заказывала старше ей не понравились и я заказывала сама выбирала где хотела сделать подарок опять же видите в таком возрасте наверное уже на сюрпризы делать как-то уже не свойственно вот возрасте 17 лет а софии 13 она сюрпризы не любит саша тоже уже начинает возрасте 11 лет предпочитать выбрать что-то сама чтобы это не было сюрпризом чтобы ей это нравилось ну в общем я рискнула выбирала сюрпризом думала что и понравится ей не понравилось софии тоже не не понравились и я очень кстати рада они у меня останутся будет классный конверс у меня ну подождите сейчас я еще попробую так так наверно будет немножко засвечивать я кстати завтра решила уже точно завтра если я в сон не уйду я завтра утром встаю закатываю рукава и начинаю перемывать всю мебель на кухне потому что вот когда солнечно видно какие-то пятнышки надо стекла помыть окна помыть в общем не знаю на сегодняшний день при сегодняшнем настроении надо бы сейчас взять эту тряпку и начинать всю елозить сейчас ничего делать не хочется хочется расслабиться ладно давайте сначала покажу конверс и потом пожалуй с вам расскажу там паной чуть-чуть смотрите они вот такие вот беленькие здесь звездочка вот тут звездочка но здесь эмблема сама резиновая от конверсов да и здесь вот где идет шнуровка вот такие вот модненькие штучки я даже не знаю как их назвать мне понравилось тем что они не приклеенные они именно пропечатанные мне вообще само по себе ботинок очень понравился смотрите если вам будет видноBackeren прозрачные видите он пожарная то есть он в сеточку они такие весенние и летние под них можно будет классно очень одевать носочек цветной и возможно он будет рассвечиваться будет уже не оригинально смотреться допустим там я так думаю напишите чтобы в этом думает я хотела просто сказать что можно одевать розовую кофточку розови в ней короткие естественно не длинный носок и будет дети по просвечиваться типа сочетание цвета будет. Вот. Но дело не в этом. Также их можно носить на следок, естественно, чтобы не на голую ногу. И будет просвечиваться красиво нога. Мало того, что она будет просвечиваться, она еще будет дышать. То есть, даже сам язычок, он тоже сделанный из сетки. Это была, вот эту вот марку читайте сами, потому что я все равно неправильно напишу. Это коллаборация вот этой вот марки с маркой Converse. Видите, вот она. Потому что я все равно неправильно напишу. Неправильно произнесу. Пхалис какой-то. Малис. На коробке написано. Малтис. В общем, вот такая вот. Я заказывала по нету. Я брала сороковой. Я еще раз говорю. У меня тридцать девятый полный. У старшей дочери тоже тридцать девятый полный. И у Софии тридцать восемь с половиной. Тридцать девять на нее подходит. Я брала сороковой. Я вам хочу сказать, я в этом сороковом себя классно чувствую. Вообще просто. И мне они так понравились. Они вообще просто замечательные. Просто симпатичненькие. Выбор был большой. Но мне понравилось именно вот эти вот сеточки. Еще я, может быть, девочки посоветую. Мне кто-то писал, наверное, несколько месяцев назад. Может, где-то полгода. Что-то я тоже показывала. Может быть, я показывала или конверсы, или уги. И кто-то из девочек, если вы меня смотрите, вам огромный привет, писал, что ездил с ребенком на распродажу, по-моему, в город Милан или в Рим. И что там они купили очень дорогие, но уги в Сваровске, все камни от Сваровского или же от Сваровский. Или же были конверсы все в Сваровском, в Сваровский. И вот кто-то мне писал, напишите, как вы стираете, как вы обрабатываете и ухаживаете за обувью, если на ней есть вот элементы Сваровский. Потому что я надыбала на сайте конверсы высокие. Ну, то есть, допустим, вот здесь вот есть супинатор, да, видно супинатор. То есть, они, получается, высокие на каблуке, да, то есть, будет. Есть конверсы, вот они, видите, полукруглые. Потом есть высокие, потом есть короткие. Но это я не для того, что там я умничаю, для того, что я веду к тому, что я надыбала и высокие, и такие, и сякие, как вы только хотите, в элементах Сваровский. Они такие обалденно красивые, да, они дорогие, но они обалденно просто красивые. Есть конверсы где-то, вот здесь вот все в Сваровском, и вот здесь вот такая вот полосочка, стрича такая, знаете, от Сваровский. Есть такие короткие банд, огромный банд в камнях Сваровский, и тоже здесь какой-то элемент. Потом есть вот такие вот, типа как сетка, они такие как сжатые. То есть, есть разные поверчения, короткие и высокие, но они тоже все в камушах сваровские. Они такие обалденные. И я еще Карлосу говорю, ну вот я хочу купить себе такие конверы. А как за ними ухаживать, как их стирать? Сваровские же нельзя мочить. То есть, это хрусталь, которую нельзя мочить. И здесь тоже, кстати, когда пришел этот самый, тоже пришла инструкция, где было написано, что тоже, если вы стираете, надо побыстрее их сушить, чтобы не было ржавчины вот этих вот элементов. Видите? Элементов. Короче, напишите, если вам понравилась моя обновочка. Ну, и это уже без вариантов. Если даже Савина увидит и скажет, что ей понравилось, мама высылает. Это уже без вариантов. Первое слово было сказано. Не понравились ни Софии, ни Славе. Поэтому остаются у меня. Ничего не знаю. Будет мать модная ходить. Выбор там огромный. Выбор вообще просто огромный. Класс. Они такие удобные. Каблук даже не чувствуется. Просто пяточка поднята немножко. И все. Но они будут смотреться очень красиво под следок. Я потом, когда буду в джинсиках на улице, я обязательно вам покажу, девчонки. Тем более, я уже много раз говорила, что я очень обожаю, когда есть немножко вот платформы. Но здесь только супинатор вот на этом. Ладно, все, много рассказываю. Потом, короче, новости. То, что я начала, говорила, что девочка ездила в Милан или в Рим на распродажу. Тут, короче, по новостям показывают, что наша русская женщина, русская, не с Украины. Потому что, я смотрю, для многих очень важно, начинают ругаться, кто какие мы есть. Так вот рассказывает, что женщина нашего возраста, проживающая в Милане, взяла из дома в Милане молоток. И с этим молотком поехала в Рим к своей подруге, которая работала доктором. По-моему, зубняком. Ну, неважно, каким-то доктором работала. Эта женщина пришла, типа, на работу, и та ее там поджидала. А это что сделала? Взяла билет на поезд, доехала до Рима, в Риме взяла такси и сказала таксисту, ну, типа, адрес. А, нет, она приехала, она там переночевала. Потом она утром встала, взяла такси и сказала таксисту, меня вези по такому-то адресу. И потом ему сказала, жди меня здесь. То есть она, как говорят по телевизору, что она была уверена в том, что это быстренько все произойдет, чтобы ей смотаться опять на вокзал. Она думала, что ее не раскроют. И она, короче, таксист ее ждал. Она пошла в эту студию. Ну, студия это называется как в офис. Для этой женщины, которая этот офис открывала. И молоточком ее несколько раз хорошо отдубасило. Думала, что она эту женщину убила, свою подругу. Села на поезд, ну, то есть на такси, потом на поезд и уехала себе спокойно в Милан. И потом, в общем, ее нашли, потому что она думала, что она убила подругу. А подруга, оказывается, просто выпала из состояния, в состоянии, в этом самом, у нее, ну, типа, как это сказать, звену-то, отключилась, да, сознательно. И, в общем, с травмами поступила в больницу. Она все это и рассказала, прикиньте. И прям фотографию показывали, блин, такая молодая блондинка, такая симпатичная женщина. Прям с молотком приехала с Милана, то есть она уже знала, это как умышленное убийство получается. Вот такие вот дела. Вот такие вот, девочки, дела. У нас все нормально. Вчера Карлос был дома, на работу не пошел, потому что думала, что, типа, всю неделю заливали дожди. Говорит, я сейчас опять пойду в гараж, опять в сыром гараже нас сижусь, говорит, я чувствую себя неважно. В общем, не пошел. Я утречком быстренько встала, побежала, за хлебом сходила, на почту мне надо было. Пришла, полы помыла. Даже если моросил маленький дождик, вывесила, у меня было очень много полотенец для рук, для рук и для ног. Я эти полотенца быстренько вывесила, потому что видно уже было, что погода, знаете, так разгуливается. Вывесила быстренько эти полотенца. Я говорю ему, я пойду, это, телевизор посмотрю. Легла в детской комнате, включила свой любимый канал, потому что у нас с Карлосом разные каналы любимые. Он смотрит в основном мультики. Я смотрю, вот эти вот всякие там, рассказывают за убийство, там, что происходит, там, в общем, короче, старостная радость. В общем, это самое. Я смотрела свою программу, и я так задрыхла, вы знаете, причем, я так хотела спать. Вот не то, что ты себя заставляешь заснуть, а ты ложишься, так, тепленько одеялко, включаешь свой любимый канал, отпускаешь свет, да, делаешь такую вампирную, так самое, хотела сказать, вампирную ситуацию в квартире. Мне кто-то написал, читайте больше книги, читайте книги. Мне нравится так, в этом мой шар и харизма. Ладно, я шучу, вы сейчас прицепитесь еще с этим. В общем, я легла, укуталась, и знаете, я в себя прям вот заснула, вот знаете, с удовольствием человек задремал. Он мне, вставай, 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 вставай. Я говорю, Карл, а если я встану, что я, ну, встану я и что? Мне на сегодняшний день никаких больше, то, что я запланировала сделать в первой части дня, я сделала. Мне больше ничего делать не надо, я хочу просто полежать, посмотреть кино. Вставай, потому что я сейчас буду готовить обед. Готовь, тебя ж никто не просит, хочешь не готовь, тоже ляжь, полежи, тем более, если ты чувствуешь, что ты немножечко заболеваешь. В общем, пришлось вставать, вот это вот, и знаете, настроение аж упало. Вот лучше, знаете, говорить, не трогайте спящую собаку. Аж настроение упало. Я ж разнельничала, да, что такое, что за кожа, кошмарная привокация, мне дадут в кровати понежиться. Вот, и потом еще на вопрос, я с ним вчера вот разговаривала на эту тему, я говорю, вот так девчонке, ты обидел женщин, ты там сказал, что вот такие вот все русские, что типа там с итальянцами только за денег. Он, конечно, потом пояснит, конечно, он не это имел в виду, просто что я, он говорит очень много, я потом не успеваю переводить. Потом, я думаю, знаете, я уже так привыкла, что меня все понимают и тоже не говорю. То есть мне кажется, что как бы ясна сама основа разговора. Он просто видит моих знакомых, девочек, молодых, женщин, которые живут все с пожилыми мужчинами, с итальянскими. То есть это не его вина, что он так думает обо всех. В том плане, что просто он здесь в обществе видит очень много молодых женщин, девчонок, девушек, барышень, хозяюшек, он видит молодых с пузатыми пожилыми итальянцами. Это не есть плохо, возможно, это любовь. Я туда даже не вмешиваюсь, но мне 300 лет не надо. Но, тем не менее, он никогда не видел молодую русскую, украинку. Я не знаю, потому что вы в последнее время очень часто, кстати, цепляетесь к национальности и зря это делаете. Он не видел, чтобы была молодая русская и рядом молодой парень с какой-то разницей в возрасте, ну хотя бы лет 5. Он такого просто не видел. Поэтому у него вот такая вот ассоциация. И то, да, он там дублил, его задели, ему там хотелось бы поговорить. На вопрос, считает ли он меня такой, как он высказался о женщинах, он говорит, что не мне говорит, он говорит своим друзьям, что нет. Потому что он говорит, что когда мне было тяжело там с детьми, и ту ситуацию, которую я вообще пережила на своем веку, он говорит, она же не побежала к пожилому мужчине устраивать свою жизнь. Хотя возможности были, естественно, были предложения. Говорит, она же не побежала, она же все сама ходила на двух работах, работала. То есть он, наоборот, меня ставит пример. Да, я вам похвасталась. А что, сам себя не похвалишь, никто себя не похвалит. Поэтому имею право я тоже себя похвалить. А так как он видит в окружении знакомых, что большинство русских женщин и украинских живут с пожилыми мужчинами, он просто так выразился, что за денег, он просто не верит, что в возрасте там с разницей в 15, в 20 лет или в 30 может быть любовь. Но это его право, почему бы и нет. Поэтому вы тоже не должны обижаться. Наоборот, хорошо, что он высказывается, вы видите какой-то человек. Вы можете сравнить, какой он был, какой он есть, как он думает, как его мировоззрение меняется. Почему бы и нет, это его точка зрения. Как вы о нем пишете, что он там толстый, какой-то хряк, еще какой-то там, вы некоторые из него обзываете. Точно так же он о некоторых высказал это свое мнение. Наверное, вот так. Ладненько, девочки, мальчики, мы что, на это буду сганшивать. У нас такое сегодня было легкое включение. Ну что, девочки, ну напишите, мальчики, мужчины, вам нравится? Ну они в сеточку, такая сетка классная, она катоновая, она такая прикольная. Вчера пришла у Софии на марку к нам, и она ему показала, он говорит, блин, красивые Софии конверы. Я говорю, ты что? Зато таких ни у кого нет, потому что, когда они делают коллаборейшн с какой-то фирмой, ну какие-то марки с какой-то фирмой, то потом такого нет. То есть в магазине вы не найдете такую вот, так украшенную конверы. То есть это надо искать именно в интернете, на сайте конверсов. Мне понравились, и сульпинатор классный, я вчера проверяла его. Классно, мне нравится. Каждый хозяин свое хвалит. На лабутенах вах, и в офигительных штанах. Ну что, все, девочки-мальчики, еще мои любимички, теперь будут у меня красивенькие. Еще джинчики, джинчики голубые себе куплю, бриджики, и будет вообще классно. Надо худеть, надо худеть, надо худеть перед летом. Красивые, да, девочки? Все, на этом я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Всем спасибо, кто мне уже напишет комплименты за эти сэнтоптышные кроссовочки. Мне нравится. Ладненько, все, всем удачной, всем удачной недели трудовой. Всем здоровичка, счастья, всего самого хорошего. Мы с вами увидимся, огромное спасибо. А только на одном есть вот это вот. То есть, само то, что это конверы, есть на двух вот этой вот эмблема. А вот здесь на сапоге только одна, смотрите, здесь есть, а здесь нет. А может она была, а может надо на сайт зайти посмотреть. Классный, да? Видите, здесь нет, а здесь есть. Ладненько, все, всем классной трудовой недели. Не обращайте на меня внимание, я сегодня, кстати, в эмоциях. Здесь, кстати, звездочки, да, я показывала. Я сегодня, кстати, в эмоциях, в хорошем настроении. Всем классной трудовой недели, любви, заботы, чтобы вас тоже любили, вы были любимыми. И весны в вашей душе, и в семье. Хорошей погоды. Все, всем пока.